МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире. С вами Алмаз Ашим. Здравствуйте. Военном суде Шумкента огласили приговор по громкому делу о краже оружия из воинской части. Солдат, похитивший 29 автоматов, 16 пистолетов и сотни патронов, получил 10 лет лишения свободы. По версии следствия, младший сержант Аблай Балгенбай выносил оружие в дни службы, когда у него был допуск к арсеналу. Последнюю кражу 25-летний военный совершил в феврале, после чего попытался скрыться. Находить покупателя ему помогали односельчане. В итоге на скамье подсудимых оказались еще 7 человек. Все они получили различные сроки от 3 до 8 лет за сбыт краденого оружия. Балгенбай Аблай лишен звания младшего сержанта. Приговором суда осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Он должен выплатить 53 тысячи 20 тенге в фонд потерпевших. В Туркестанской области арестовали мужчину, жестоко избившего своего собственного ребенка. По данному факту начато уголовное расследование. Напомню, накануне в сети появилось видео, где отец с особой жестокостью бьет мальчика. Инцидент произошел в Казгурдском районе. Автор ролика – мать ребенка. Она же обратилась в полицию. Известно, что семейная пара состоит в браке 9 лет. Всего у них трое детей. По данным департамента полиции, побои в семье происходят не впервые. Ранее женщина уже два раза обращалась в полицию с жалобами на супруга. Но оба раза прощала и отказывалась от заявления. В результате супругу удавалось избежать ответственности. В отношении него проводятся досудебные расследования. По статье 110 части 2 истязания несовершеннолетних назначены экспертизы. И в ходе досудебного расследования будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего. 16-летний разнорабочий погиб в Кустанайской области. На подростка обрушился грунт во время прокладки водопровода. Трагедия произошла в селе Алтендала. Почему на работу повышенной опасности наняли несовершеннолетнего, теперь предстоит выяснить специалистам управления по инспекции труда. Ведется опрос очевидцев назначенной экспертизы. Результаты проверки обещают огласить через 10 дней. Но уже сейчас известно, что официального договора с погибшим организация не заключала. Полицейскими начато расследование. По данному факту нами возбуждено уголовное дело по статье 156, часть 3, то есть нарушение режима охраны труда, повлекшение смерть человека. В настоящее время по этому уголовному делу назначены экспертизы за нарушение труда и судебной медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В Уральске задержаны два сотрудника Департамента экономических расследований области. Старший следователь и оперуполномоченные ведомства обещали закрыть уголовное дело. Свои услуги они оценили в 5 миллионов тенге. Подозреваемых задержали сотрудники антикоррупционной службы. Начато досудебное расследование. Отмечу, за 9 месяцев в регионе зарегистрировано 106 коррупционных преступлений. Путем обмана и злоупотребления доверием завладили денежными средствами гражданина в размере 5 миллионов тенге под предлогом оказания задействия в положительном решении по уголовному делу, который находится в производстве другого органа. Данные лица выдворены в изоляторе время задержания города Уральск. В Атарау пресекли деятельность подпольного казино. Его организовали в вип-зале одного из городских кафе. Оперативники изъяли карты и фишки для игры в покер. Полиция проводит расследование. Организаторов незаконной игры могут лишить свободы сроком до двух лет. Либо им грозит штраф до 2000 МРП. Это больше 5 миллионов тенге. К другим темам. В Казахстане с сегодняшнего дня начали действовать новые ограничения. Это связано с ухудшающейся из-за коронавируса ситуацией за рубежом. Наша страна сокращает количество рейсов в Турцию. Не будет увеличиваться число рейсов из другими странами. Кроме того, полностью приостановлено дальнейшее возобновление международного авиасообщения. Соответствующее решение принято межведомственной комиссией. Для лиц, прибывающих из стран второй категории, теперь обязательно иметь при себе результат теста на ковид. Отмечу, с даты его получения должно пройти не более трех суток. Аналогичные требования будут применяться и к лицам, пересекающим госграницу в пунктах пропуска на автопереходах со странами ЕАЭС и Узбекистаном. Ужесточили санные пит-меры и в Международном аэропорту Алматы. Казахстанцев, прибывающих домой из-за рубежа и не имеющих справки об отрицательном ПЦР, отправляют в гостиницы для обследования. Там они будут находиться до тех пор, пока не получат результаты теста. Об этом сообщил сегодня главный санврач города Жандарвек Бекшин. Пассажиры с повышенной температурой с симптомами заболевания будут помещены в изолятор аэропорта. А в случае подозрения на коронавирус, их транспортируют в инфекционные больницы для диагностики и лечения. Что касается иностранцев, то без справки о прохождении ПЦР-теста въезд в мегаполис для них запрещен. Мы прекрасно понимаем этот вопрос, поэтому четко даны указания всем службам, начиная от пограничной, таможенной, санитарно-карантинного пункта на нашей воздушной гавани и, конечно же, службам аэропорта. Для того, чтобы все предусмотрено, начиная от посадки в зарубежном аэропорту до прибытия, мы четко должны знать, сколько летит человек, сколько со справками, сколько без справок, чтобы четко отрегулировать потоки. Именно на это направлена наша работа. В то же время главный санврач Алматы упростил ряд карантинных мер. Уже с завтрашнего дня в городе разрешили работать театром. При этом залы не должны заполняться более чем наполовину. Также при рассадке зрителям необходимо соблюдать дистанцию. Вместе с тем в мегаполисе продлили время работы для СТО, автомоек, обувных мастерских, химчисток и компаний по ремонту бытовой техники. Теперь оказывать услуги они могут с 10 утра до 12 ночи. До этого же времени разрешили работать пунктом общепита при условии не проводить коллективные мероприятия. Напомню, новое распоряжение вступит в силу сегодня в полночь. Тем временем в Западно-Казахстанской области не прекращаются нарушения карантинных ограничений. Только за последний месяц о подобных фактах сообщили 26 человек. В 8 случаях информация официально подтвердилась. Владельцы заведения и организаторы массовых мероприятий уже привлечены к административной ответственности. В России заявителям, сообщившим о нарушениях режима карантина, теперь положено вознаграждение в размере 10 МРП. То и проводится как в ресторанах, так и в коттеджах. Полицейские совместно со специалистами Департамента по контролю за качеством товаров и услуг детально разбирали каждый случай. По подтвержденным фактам собраны соответствующие документы. О ситуации с коронавирусом в мире в России в связи с ростом числа заболевших коронавирусом вновь могут быть закрыты границы. Об этом сегодня заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Сенатор отметил, что большее число перемещений людей приводит к большему числу заражений. Поэтому он предполагает, что в стране могут вновь закрыть границы, сократить количество полетов. Напомню, авиасообщение между Казахстаном и Россией возобновлено с 21 сентября. Полеты сейчас выполняются с периодичностью один раз в неделю. По данным оперативного штаба, за сутки число заболевших ковидом в соседней стране выросло почти на 11 тысяч человек. Среди заболевших наибольшее число новых случаев в Москве. Там выявили свыше трех тысяч инфицированных. Вспышка коронавируса произошла в одном из вузов Великобритании. У более чем 700 студентов Норт-Умбрийского университета подтвердили коронавирус. Сообщили, что заболевших отправили на двухнедельный карантин. Всех, кто контактировал с больными, попросили изолироваться. Отмечу, у большинства студентов болезнь протекает бессимптомно. Я думаю, мы просто привыкаем к этому состоянию. Заботимся о себе и следим за тем, чтобы оставаться здоровыми. Однако есть студенты, которые чувствуют себя хуже. Мы стараемся их поддерживать и в целом заботиться друг о друге. На Филиппинах стартовал новый учебный год, начало которого из-за пандемии переносили два раза. Однако более 20 миллионов школьников будут учиться дистанционно. Власти страны опасаются, что школы могут стать новыми очагами заражения. По словам президента Родриго Дутерте, занятия в школах следует возобновить. После того, как станет доступна вакцина от COVID-19, ученикам на выбор предложено модульное обучение по распечатанным материалам, телевизионные уроки и обучение онлайн. Однако в первый же день из-за отсутствия ноутбуков и стабильного интернета, школьники столкнулись с проблемами при подключении к урокам. Отмечу, количество зараженных коронавирусом на Филиппинах является одним из самых высоких в Юго-Восточной Азии. Это так сложно, потому что мы не можем подключиться по ссылке, у нее самый обычный телефон. Так как у нас нет интернета, мы с разрешения соседей используем их Wi-Fi. Американские врачи рассказали о состоянии Дональда Трампа. Из-за падения уровня кислорода в крови президенту США назначили стероид диксаметазон. Как правило, этот препарат назначают пациентам с тяжелыми формами COVID. В то же время, по словам лечащего врача, Трампа планирует выписать из больницы уже сегодня. Курс лечения он намерен продолжить в Белом доме. Кроме того, в воскресенье президент на короткое время покинул больницу и выразил благодарность своим сторонникам, проехав на черном внедорожнике по улицам. Мы постоянно следим за самочувствием президента. Как и у любого пациента, уровень кислорода у него может повышаться или понижаться. Да, это правда, что кислород у президента падал до 94%. Однако мы использовали диксаметазон, чтобы восстановить уровень кислорода. Сейчас президент чувствует себя хорошо. Из-за болезни Трампа второй раунд предвыборных дебатов 15 октября может пройти онлайн. Главный соперник Трампа Джо Байден заявил, что полностью подготовился ко второму раунду и пожелал президенту скорейшего выздоровления. В Индии планируют провакцинировать не менее 250 миллионов человек к июлю следующего года. Об этом заявили в Минздраве. В первую очередь прививки получат люди из группы высокого риска и медработники. К слову, сейчас в Индии проходят испытания трех потенциальных вакцин от ковид. Страна по-прежнему занимает второе место в мире по числу зараженных. С начала эпидемии инфекцию выявили у более чем 6,5 миллиона человек. Тем временем названы возможные причины экологической катастрофы на Камчастке. Способствовать загрязнению воды и массовому выбросу морских животных могло техногенное загрязнение. Об этом заявил губернатор края Владимир Солодов. По его словам, на данный момент рассматриваются три возможные причины экологической катастрофы. Одна из них – загрязнение, связанное с деятельностью человека, с разливами, цитата, каких-то веществ, а также природные воздействия или сейсмическая активность. Глава региона добавил, что конкретная версия бедствия еще неизвестна и призвал дождаться расширенных результатов проб. Между тем, глава Камчат-Гидромета Вера Полякова заявила, мертвых морских животных могло выкинуть на берег из-за шторма и сильных волн. Отмечу, на данный момент по факту происшествия на Камчатке ведется следствие. На востоке Лос-Анджелеса загорелось коммерческое здание. По данным местной полиции, огонь охватил пять или шесть блоков. Пожару присвоена третья категория опасности. СМИ сообщают, рядом с местным возгораниями находятся автошколы, около шести частных предприятий, среди которых есть магазин тканей. Информации о пострадавших и величине ущерба пока нет. В Венеции впервые установили дамбы от наводнений. Защитная система под названием «Моисей» может обезопасить итальянский город на воде от приливов. Всего было использовано 78 ярко-желтых барьеров. Они помогут избежать наводнений до трех метров. К слову, сооружения уже выдержали первое испытание. Уровень воды Венеции поднялся до критической отметки больше метра. Это могло затопить исторический центр. Однако с помощью дамб властям удалось справиться со стихией. Отмечу, их строительство длилось более 15 лет. Стоимость объекта превышает 5 миллиардов долларов. Сегодня исторический день. Ведь здесь должно было быть полно воды. А сейчас сухо. Прервемся на небольшую рекламу. Вернемся к событиям в нашей стране. Экологи Туркестанской области бьют тревогу. В регионе растет число стихийных свалок. Снимки из космоса показали, что их уже 265. И виноваты тут не только жители, говорят специалисты. В городах и селах не хватает мусорных полигонов. Подробности у Рауля Габитова. Село Карнак – одно из древнейших поселений на территории Туркестанской области. Именно здесь в 14 веке было отлито главное украшение мавзолея Ахмеда Яссави – Тайказан. Но в последние годы аул начал приобретать другую славу. На окраине можно встретить целые горы бытовых отходов. И хотя всего в километре от этого места расположен специальный полигон, мусор сельчане все равно выносят сюда. Свалка находится чуть дальше, но по ночам, когда нет охраны, люди приезжают и высыпают мусор здесь. Таких очень много. Это незаконно. Днем мы не позволяем этого делать. Когда есть машина, мы с коллегами стараемся убирать отходы и отвозить их на свалку. Карнак и 11 соседних с ним сел находятся в подчинении города Кентал. Как показали снимки со спутника, они самые загрязненные в регионе. Всего здесь 67 стихийных свалок. В самом Кентау ситуация не лучше. Кучи бытовых отходов лежат на улицах и во дворах. Ну а там, где мусорные баки, они всегда переполнены. Мы получили уведомление от департамента экологии и на данный момент очистили 60-70% стихийных свалок. Не решен вопрос пока в селе Шорнат, но это из-за того, что там недавно назначили нового Акима. Что касается города Кентау, то летом у нас не хватало специализированной техники для уборки мусора. Почти половина нуждалась в ремонте, но сейчас мы постепенно приводим город в порядок. Экологи говорят, что местные власти ничего не предпринимают для решения проблемы. Например, не возводят мусорные полигоны. По всей области их всего 30 на 900 населенных пунктов. Мы направляем письма местным исполнительным органам, чтобы они решили проблему, но пока никакие меры с их стороны не принимаются. В связи с этим мы готовим документы для привлечения к дисциплинарной ответственности заместителей Акимов Ордобасинского и Сузакского районов. С начала года сотрудники Управления природных ресурсов и природопользования направили в городские и районные Акиматы 275 писем с просьбой ликвидировать несанкционированные свалки. Но безрезультатно. В итоге за бездействие оштрафованы 26 человек. Среди них сельские Акимы и специалисты различных государственных ведомств. Рауль Габитов, Самар-Нагашпекула, Хабар-24, Туркестанская область. Штормовое предупреждение объявлено сразу в девяти регионах Казахстана. В Караганде сегодня выпал первый снег. За ночь теплую воскресную погоду сменила нулевая температура. По данным областного ДЧС, в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду. Коммунальщики успели дать тепло в квартиры карагандинцев до первого снега. Отопительный сезон стартовал в регионе 25 сентября. Первый снег выпал и в Павлодарской области. Жители Байнаульского района рассылают в соцсетях фотографии и видео с заснеженными дворами. На кадрах по-настоящему бур ранит. По данным областного филиала КАЗ Гидромета, осадки в виде снега наблюдались только на территории этого района. Однако, по словам синоптиков, местная метеостанция не зафиксировала снежный покров, поскольку снег быстро растаял. С перемещением холодного циклона с района Новой Земли в восточном направлении на нашу область произошел затоп холода. Ночные температуры понизились до 6 мороза. На юге области в Байнаульском районе прошел мокрый снег. Но устойчивый снежный покров не сформировался. Между тем, осадки в виде дождя и снега сегодня и завтра рождаются в северо-казахстанской области. На озеро Караколь в Ангостовской области раньше времени прилетели фламинго. Розовые птицы ежегодно зимуют у Каспийского побережья. Правда, следаются обычно к ноябрю. В этот раз пернатые начали гостить несколько раньше. По мнению специалистов Вактау, фламинго прилетели с озер Тенгиз и Кургалжин, которые расположены на территории Кургалжинского природного заповедника Акмолинской области. В связи с похолоданием птицы улетают на юг, в Хазарский заповедник, либо дальше в Иран, Индию, Арабские Эмираты. Мангостов для них как транзитная точка. Но не все улетают. Иногда стая примерно из 150 особей остается на Караколе зимовать. Там самой природой для них создана прекрасная кормовая база. К слову, на искусственном озере, что в 15 километрах от Актау, обитает множество видов птиц, часть из которых занесена в Красную книгу Казахстана. В Туркестанской области 23-летняя женщина стала мамой шестерых детей. Жительница села Дербесе, Керкина и Есенбаева родила тройню. До этого они с супругом воспитывали одного сына и двух дочерей. Последние роды дались тяжело. Малыши появились на свет на восьмом месяце беременности. Чтобы не подвергать опасности их жизни, врачи провели кесарево сечение. Сейчас новорожденные и их мать чувствуют себя хорошо. Малыши родились небольшим недовесом и были слабы. Поэтому их перевели в отделение патологии. Но сейчас все хорошо. Их жизни ничего не угрожает. Медики обеспечили нам хороший уход. Мы все очень рады. Мы на этом закончим, но немного позже вернемся. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok